Немножко возьму микрофон, так как мы каждое воскресенье делаем объявление о лагере и мы говорили, что приедет команда из Беларуси. Вот одна семья уже приехала, их четверо. Это Олег, его жена, прекрасная Елена и двое детей. И напоминаю тем, кто не знает, что мы будем проводить молодежный лагерь, который у нас будет проходить в Святом Елене Константин, в гостинице «Аврорам». Это будет 4 дня с 30 июля по 3 августа. Может быть, вы хотели бы, чтобы ваши дети поехали, или вы знаете, может быть, молодых людей, которым бы было здорово попасть туда. Поэтому вы можете еще к нам подходить. И также хочу дать слово Олегу, потому что у него очень огромный опыт в проведении лагерей. И хочу, чтобы он немножко поделился. Спасибо большое. Спасибо за приглашение, спасибо за возможность быть сегодня здесь с вами. Мы когда-то с Людой давно-давно служили в разных молодежных проектах. И вот спустя годы мы опять можем послужить вместе уже в летнем лагере. Прекрасная возможность. Спасибо большое. Ну, в принципе, основная информация уже была озвучена. Я просто хочу сказать, что на самом деле лагерное служение тоже имеет, как и палаточное служение, имеет определенное место и значение в церковной работе. Я сам по себе знаю, что лагерь для детей, для молодежи – очень важная вещь в их жизни. И она может как положительно повлиять на их духовное состояние, на любое состояние. Или отрицательно. По себе знаю. Был в разных лагерях, был в оздоровительных пионерских лагерях, был в христианских лагерях. Сам провожу уже долгое время лагеря и видел, как жизни детей менялись во время этих лагерей, как их жизни преобразовывались за небольшую неделю. Когда они слышали Евангелие, когда они находились в определенной атмосфере, в культуре, на самом деле это преобразовывало их, их понимание, отношение к христианству. Мы, по крайней мере, может быть, они не все потом приходили в церковь, были на собраниях, но мы точно знаем, что они уже никогда не скажут, что христианство – это плохо, что это неинтересно, что их образ жизни, то есть их отношение к христианству уже совсем другое после этих моментов, когда они побывали в летних лагерях. Поэтому так здорово, что ваша церковь начала делать, проводит эти летние лагеря. В том году был прекрасный опыт, в этом году будет еще лучше. Моя задача, моя цель здесь послужить, помочь, поделиться своим опытом. Я являюсь уже молодежным пасторем около 20 лет и делаю молодежную работу в нашей церкви в Минске. Но и кроме этого я еще служу в организации, которая работает по всему миру, которая называется «Молодая жизнь» или «Young Life». И это та организация, которая проводит молодежную работу уже с 40-х годов и в Америке, и в других частях мира, и частью работы, которая является также и лагеря. Поэтому у них огромный опыт по лагерям, и эти лагеря проходят по всему миру, поэтому мы так рады, что он будет в Болгарии. Мы видим, как эти лагеря могли помочь нам в нашей церковной работе, и даже тем церквям, у которых на самом деле почти не было молодежи в церкви. Их лидеры приезжали, их лидеры обучались, их лидеры брали определенные принципы, привозили пару детей, вначале потом еще больше, еще больше, и в последующем у них появлялись молодежные служения. Это хороший инструмент для достижения детей, для достижения молодежи. У нас в нашей церкви был молодой человек, мой помощник, он поехал миссионером, начал ехать здесь с миссионером в населенный пункт недалеко от нашего города, и просто работать начал с молодежи. Там не было вообще молодежи в церкви, там была маленькая небольшая церковь, там было 3-4 бабушки и пастор. Поэтому, в принципе, и вот он начал участвовать в лагерях с нами, делать работу, которую, как мы рассказываем, делимся опытом, как можно делать. И в последующем у них появилось целое детское подростковое служение. То есть это все тоже реально, это все можно делать. И мы верим, что это место наполнится подростками, детьми, молодежью. Наполнится, потому что наша цель с вами это оставить наследие, чтобы подготовиться к следующему движению Бога. Наша цель, чтобы то, что есть у нас, передать другому поколению. Да, чтобы те, кто будет нами, они были еще сильнее, они были еще лучше. Ну, и это все можно сделать через лагеря. Один из способов, как мы это можем делать, это лагеря. Вот, поэтому, и я вижу, знаете, что в Марка, просто последний момент, в Марка, в 4 главе, тут написано, что Иисус опять учил у моря. Очень актуально для вас, да? Для нас это не так, но для вас точно актуально. Написано, вокруг него собралась огромная толпа, так что он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть. И весь народ стоял на берегу. Написано, Иисус много учил народ. И я вижу, что Иисус часто использовал этот инструмент. Он уходил к морю или уходил куда-нибудь, где есть пустынное место, чтобы провести там время с людьми. И люди туда уходили за ним. И когда они были там, они оставляли суету, оставляли разные вещи, которые отвлекают, и проводил там с ними время. И они могли сосредоточиться больше на том учении, которое он преподносил. Поэтому лагерь – это хорошая возможность, чтобы взять детей, ребят из всей суеты, из всех этих вещей, просто уехать куда-нибудь или уйти в какое-то место в море, и хорошо время провести с ними. Вот. И мы постараемся делать, и мы делаем лагеря так, чтобы на самом деле ребята хотели туда возвращаться. Они говорят обычно, что это была лучшая неделя в их жизни. Поэтому мы уверены, что это таги, которые мы будем делать на этой неделе. Эти дети, которые там будут, это будет лучшая неделя в их жизни. Из-за программы, которая там будет, и, конечно, потому что там будет самая лучшая личность, которая могла быть, это Иисус Христос. И они слушают самую лучшую новость, самую благую вещь, которую когда-нибудь слышали – это Евангелие. Вот. Поэтому молитесь, пожалуйста, за это мероприятие, за это событие. Пускай это будет хорошим таким еще большим толчком в вашей молодежной работе в этой церкви. А мы, насколько можем, поучаствуем, поделимся опытом, учением. И если вы желаете поучаствовать финансово, а также добро пожаловать, молитвами. Очень нуждаемся. И в конце я хотел просто пригласить вас, мне попросили собрать, или как это у вас принято, послужить вашими десятинами и приношениями в церкви. Вот. Поэтому… А, есть красная коробочка для лагеря. Вот, мне про нее не рассказали. Оказывается, есть еще красная коробочка для лагеря. Вы можете поучаствовать именно для лагеря в красную коробочку. Ну и остальные приношения и прожитования – это уже сделать для церковной работы. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога за предстоящие…